Девушки отдыхают В легендах всех основных культур присутствует персонаж, цель которого – выполнять желания. Только не в Америке. У арабов – джинны, у ирландцев – лепреконы, у китайцев – драконы-обезьяны, у европейцев – феи, лесные духи. А кто у нас? Санта-Клаус? Санта-Клаус только дарит подарки. Сатана, он исполняет желания. Зах, Сатана – древнее американской культуры и не исполняет желания. Он заключает сделки. Сдаюсь. Кто же у нас? Никого. Вот мой тезис. Наша культура отличается отсутствием таких мифов. Ошибаетесь. Простите? В Америке есть тот, кто исполняет желания. Но только по одному на клиента. И кто же он? О. Ж. Грант. Обычный вот так зовут. Хотя может представиться и по-другому. Но негодяй просто не уловим. Легче найти джинна. Тогда почему мы не знаем про О. Ж. Гранта? Потому что Америка куда моложе Ирландии или Аравии. Пока мало кто имел шанс его повстречать. Понял. Вы его встречали? Да. На автостраде номер 60. Кстати, это его стиль. Он сам решает, кому встретиться. Он возникает совершенно случайно. И вы не знаете, кто он и что он, пока он не выполнит ваши желания. Правда, он все больше проказит. Такой уж характер. Но иногда, если понравитесь, он играет по-честному. Говорят, его папа был непреконом. Приехал сюда из Ирландии. Лилипуты всегда гонялись за юбками. Он обрюхатил девчонку из племени Шайен. Боже. Потом у Шайена футнили земли, вот и остался бессмертный бродяга-полукровка, наделенный волшебной силой. Автострады 60? Да. А как выглядит этот Оже Грант? Красный галстук бабочка, а еще трубка в форме головы обезьяны. Знаете, лучше не упоминать его в диссертации. Мне кажется, он не ищет известности. Ладно. Доброй ночи. Квинси, смотри. 60-е автострады нет. 65, 64, 66 и 69. Никакой 60-й. Господи, наверное, сегодня ночь глупых выдумок. Парень в красной бабочке и с трубкой обезьяны исполняет желание. Да. Слушай, я должен успеть дать заявку до 12-ти. Да, важно. Позвони Вэсу. Черт. Челюсть сломал. Прошу прощения. Я вас не заметил. Не ушиблись? Вставайте. Все хорошо? Боже. Эй, ты. Мой велосипед. Простите, я вам заплачу. Черт, потеря. Проклятие. Мой костюм. Вот черт. У меня встреча в 11. Это катастрофа. Телефон. Это же моя жизнь. Черт. Говорят, случайностей не бывает. Мне как раз нужен новый велосипед. Но мне тут точно такое не нужно, тем более сегодня. Именно сегодня. Как же я хочу, чтобы этого не случилось. Не случилось. Вообще. Это ваше желание? Вы желаете, чтобы этого не случилось? Еще как желание. Как пожелаете, мистер Бейкер. Откуда вы меня знаете? Слушай, я должен успеть дать заявку до 12. Да, важно. Позвони Вэсу, пусть сбросит бумагу на факс в офис. Она должна... Говори громче, я не слышу. Некоторые сами не знают, чего пожелать. Файрворкс Пикчерс и Питер Хоффман представляют. Производство Файрворкс Энтертейнмент. Джеймс Марсден. Гэри Олдман. В фильме Трасса 60. Дорожные истории. В фильме также снимались Эми Смарт, Кристофер Ллойд, Эми Джо Джонсон, Энн Маргарет, Арт Эванс, Лэйн Робсон, Ребекка Дженникс, Крис Купер и другие. Что касается моего участия в этой истории, то все началось во вторник. 18 сентября. Мой день рождения. 22 день рождения, если точнее. Да, я Нил Оливер. А это моя квартира в Сент-Луисе, штат Миссури, где в данный момент я принимаю важное решение. Надевать ли голстук на обед? Важное решение. Да. Черт. С днем рождения, Нил. Спасибо. Только правду. Ты не злишься, что меня не будет? Нет, что ты. Неужели ты должна завалить экзамен по психологии из-за какого-то дурацкого концерта? Нет. Придется подождать до обеда о семейной традиции. Но зато можешь прочитать почту. Реальность – упрямая штука. Стипендий по искусствоведению не будет. Открой хотя бы. По весу ясно, что это отказ. Композитор Кристоф Бек. Не тот пол, не тот цвет волос, и твоя семья слишком богата. Увы. Только старику не говори, пожалуйста. Ты такой странный. А что? Грибфрут разрезают пополам и едят ложечкой, а не чистят, как апельсин. Узнаю. Опять она. Я уже ревную. Если бы она была настоящая. Она мне опять приснилась. В тюрьме. Наверное, это что-то значит. Я знаю, что. Однажды ты где-то ее видел, и остался отпечаток на подсознательном уровне. Образ вернулся во сне, ты его нарисовал и этим закрепил. Приснилась – нарисовал. Нарисовал – приснилась. Заколдованный круг. Не рисуй, и все пройдет. Спасибо, Карл Юнг. Мне нравится ее рисовать. Оператор Деннис Малонни. У меня кое-что получается. Сегодня последний день сдачи работ на конкурс Конрада. Стоит ли? Не спрашивай, Нил. Я не хочу судить. Но если тебе что-то нравится, я обязательно делаю из этого карьеру. Продюсеры Айра Дойчман – Питер Ньюман. Продюсеры Питер Брейн – Нил Кантон – Боб Гейл. Отдать ли мне свою работу на конкурс Конрада? Нет. Автор сценария и режиссер – Боб Гейл. Держи. Расслабься. Итак, все началось на мой день рождения. Точнее, здесь, на традиционном праздничном обеде. Ресторан, как всегда, выбрал отец. На обеде присутствовали. Цели, которая нравилась моим родителям даже больше, чем мне. Мой отец – Дэниел, адвокат. Моя мама – Марлен, жена адвоката. А также моя сестра и лучший друг – Нэнси, которую Господь послал на землю, чтобы не дать мне сойти с ума. И что же ты пожелал? Скажи, что это связано с нами. Я угадаю. Опять прыгнуть с парашютом? Боже упаси. Нет, нет, Нил, это не так. Если скажу, не сбудется. На самом деле, это все глупости. Желание надо говорить вслух. Это вроде кармы. Вырази его, и она не будет. Оно может сбыться. Впервые слышу. Это правда, поверьте. Я знаю. Я вам разрежу. Так, теперь придется сказать. Да, скажи нам, Нил. Ладно. Я пожелал... Ответа. Ответа? Ответа на что? На мою жизнь. Вот он. С днем рождения, сын. Твой билет в адвокатское братство Брэдфорда. Осталось только собеседование через месяц, 14 октября, и ты принят. Я все устроил. С этим можно идти в банк. Пап, я ведь сказал, что не уверен. Я уверен за нас обоих. Это погасло последней. Возьмите ее с собой. Если хотите, чтобы желание сбылось. Спасибо. Класс! Мой любимый цвет. Соболи и кисточки. Нэнс, ты лучше всех. Спасибо. Не за что. Главное, напоследок. С днем рождения. Чудо, правда? Огненно-красное. Ты не представляешь, как трудно отыскать красный кабриолет. Инжектор, 160 лошадиных сил, телефон. Даже номера особенные. В твоем возрасте я бы убил за такую машину. По-моему, тебе пора менять имидж. А с чего начать, как не с этого? Двигатель на два с половиной. Как всегда, он делал все для себя. На свой вкус. Красный – его любимый цвет, аниму. Его коронная фраза на номере. Он так хотел, чтобы я стал им. Ну, разве это не лучший подарок? Потрясающе. Ну-ка, Нил, прокати. Сынок. Нил. Боже. Сын. Сын. Звоните 911. Нил. Нил. Ты живой? Не молчи, сынок. Нил. Доктор, 5-4-4-6-6. Доктор, 5-4-4-6-6. Выздоравливай поскорее, милый, мама и папа. Эй. Лучшая пицца в Сент-Луисе. Ты в порядке? Да. Только думать больно. Меня оставят на ночь, чтобы утром провести тесты. Убедиться, что мое восприятие не искажено. Ты богиня, Нэнс. Знаю. А как ты воспринимаешь папу, который дарит тебе подарок, который хотелось бы самому? Так же, как токсические отходы. Твое восприятие врет. А ловко ты выкрутился, чтобы ничего не говорить. Ну? Мама с папой скоро приедут. Я совру им. Правда, его огорчит. Может, это и неплохо. Нет. Тогда придется выслушать речь, как я его подвел. Лучше плыть по течению. Может, кто ее угонит? Рэй. Для начала небольшая разминка. Я показываю карту, вы называете масть. Я буду открывать все быстрее, а вы постарайтесь успевать. Ладно. Бубна. Трефа. Пика. Червый. Бубна. Пика. Бубна. Червый. Пика. Червый. Бубна. Трефа. Червый. Червый. Даймонд. Клуб. Червый. 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 Получилось? Нет. Мало у кого получается. Черные червы, красные пики? Но это же обман. Опыт приучил вас думать, что все червы красные, а пики черные. Их формы схожи, и мозгу проще интерпретировать их, исходя из прошлого опыта, нежели из идеи, что они могут отличаться. Мы видим то, что ожидаем увидеть, а не обязательно правду. Дети, не игравшие в карты, легко проходят этот тест. Невольно задумаешься, что еще мы можем увидеть, услышать, ощутить, потому что приучено к другому. Зато если повторить тест, вы справитесь. Зная, что бывают черные червы и красные пики, вы можете их различить. Наш мозг как система национальных автострад. Проще всегда ехать от одного хорошо известного места до другого. Но вот те, что между ними, как бы в стороне, они существуют, но большинство просто пролетает. пролетает мимо. Хороший фокус. Но игр с черными червами и красными пиками нет. Откуда вы знаете? Мистер Оливер, я доктор Крэг. Готовы к тестированию? Да. Любопытный у вас ассистент этот Рэй. Кто? Рэй. Он только что ушел. Фокусы с картами. У нас нет никого по имени Рэй. Но он здесь был? Странный такой с картами, в светло-зеленом халате. У нас носят голубые, но мы можем проверить ваше цветовосприятие. Вы уронили семерку червей? Заходи, сынок. Как тебе новая машина? Впечатляет? Да, пап, очень. С чем пришел? Ну, не знаю. Насчет Брэдфорда, пап. Как-то слишком все просто. Понимаешь? Я трудился много лет, чтобы облегчить тебе жизнь. Или будешь работать на складе до конца жизни? Ладно тебе, это просто, чтобы не просить у тебя деньги. Сын, вот тебе философия Дэниела Оливера, и можешь идти с ней в банк. Никогда не отказывайся от помощи. Эта программа – твое преимущество. Пропуск в любой юридический колледж страны. Америке нужен еще один адвокат. Хороший адвокат. Они всегда пригодятся. Это стоило 30 тысяч? 32. 1200. Я перетарговал двух крупных коллекционеров. Большие деньги за тряпку. Ты ничего не понимаешь. Подлинник Фрэнклина Сэмвэля. У него имя. Вот продашь хоть одну картину, если продашь, тогда получишь право на мнение. Пап, я просто не уверен. Я думал взять небольшой отпуск. Для чего? Ну, привести мысли в порядок. Попытаться продумать все. Тратить время на свое искусство. Это хобби, сын. Хобби. Не более. Я устроил тебя в Брэдфорд, потому что там сейчас прад. В следующем году его не будет. Если не воспользуешься сейчас, такого шанса уже не представится. Поучись. Если потом ты решишь, что юриспруденция не для тебя, я, поверь мне, не стану спорить. Но ты хотя бы закончишь Брэдфорд. Значит, в Брэдфорд? А я думал, ты не уверен. Не уверен. Но было бы глупо не попробовать. Не хочешь огорчать старика? Купил тебя новенькой тачкой? Он расширяет свой выбор, Фрэнк. Зрелое поведение. Его надо поддержать, а не осуждать. Ищи добро в ближнем своем. Вас обдувает жаркий ветер любви. Было бы здоровье, остальное приложится. 15 октября. Ты уверен? 15 октября день собеседования в Брэдфорде. Дай-ка. Ладно, поймал. Пусто. Что за черт? Я бы никогда не села на этот корабль. Никогда. Бросить все и даже самой не знать, куда летишь. Я не верю, что ты полетел бы, Нил. Оставить своих друзей, семью. И ради чего? Земля Нилу. В чем дело? Салли, разве это мне было сказано? 15 октября. Ты уверена? Очевидно, нет. Я ведь показал тебя в ресторане, разве нет? Какое это имеет значение? Просто из головы не идет, вот и все. Ты проецируешь тревогу относительно своего решения. Это естественно. Не бойся. Все получится. Ты молодец. Сделай затяжку и расслабься. Держи. Салли, слушай. Какова вероятность, что из всех печеней именно это оказалось на тарелке, которую принесли нам. И я его выбрал. Там ничего не было, Нил. Записка была пустая. Это проекция. Проекция? Ну-ну. Проще говоря, мне привиделось. Приятная мысль. Я работал в ночную смену на складе, грузил продукты для утреннего развоза. Мне это нравилось по трем причинам. Я сам сюда устроился, платили достаточно, чтобы не обращаться к отцу, и к тому же Дэниэла раздражало, что его сын выбрал такую малопрестижную работу. Говорят, ты уходишь, чтобы стать дорогим адвокатом на своей новенькой тачке. Ну что ж. В добрый путь. Керби, отстань от парня. Только не забудь. Что бы ты про себя не возомнил, все равно будет ровно то же самое. Просто другая школа. Школа? А как же. Все в жизни школа. Только названия меняют. Ну, возьми наш склад. Вместо директора – босс. Вместо учителей – менеджеры. Вместо уроков – выполнение заказов. А если не выполнил заказ, тебя увольняют. Выгоняют из школы. Слова другие. Но все то же самое. Абсолютно то же самое. Школа. Не кондиция. Ну, магазин это не продаст. Придется взять себе. Хи-хи. Он прав, Фотис? Ничего не меняется? Да, если так на это смотреть. Вот я, к примеру. Прихожу сюда, вижу все те же лица, вожу товар в те же магазины, к тем же людям. Ем в тех же местах, те же лица. Но не совсем. Мне нравятся эти люди. То есть большинство. Если захочется, я могу что-то изменить, выбрать другой маршрут, другой ресторанчик, взять дальние перевозки. Я ведь школу не заканчивал. Смотри. Утром они пойдут в магазин, и макароны будут ждать их на полке, как всегда. Никто даже не задумается, как они туда попали. Черт. Это ведь она. Есть и другой выбор. Скоро... Значит, я увидел плакат, вот она мне и снится. Она тебе снится? Да. Глупо, да? Может, это что-то значит? То есть... Как молния. Любовь с первого взгляда. Бросьте, сказки все это. Я так с женой познакомился. Увидел в толпе на набережной во время фейерверка 4 июля. Не мог глаз отвести. Наверху все взрывается, а я смотрю только на нее. Я знал. Каждая из моих девчонок протест против предыдущей. Джанет так высказывалась о моих картинах, что доводила до ярости. Тогда я нашел Сэлли, которая отказывается иметь личное мнение, но достала меня психоанализом. То есть, снова не то. Ты бы ее поискал. Такую. Она ведь модель, за ней ребята табуном ходят. И не простые ребята. Да, детская мысль идти за своей мечтой. Компания Green Science. Здравствуйте. Ваш рекламный щит на углу Делмор и Виккерс. На стене дома. Какое это агентство? Нет, нет, нет. Рядом с королевой казино. Девушка с телефоном и надпись «Есть и другой выбор». Пустой? Не может быть, я ведь сам видел. Нет, я видел. Я видел. Что написано вон на том щите? С ума сошел? Он же пустой. Девушка с телефоном и надпись «Есть и другой выбор». Нил Оливер, вам назначено на завтра, 21 сентября, 10 утра, Оливер Стрит, 555, комната 1300. Изменению не подлежит. Нил Оливер. Кто это? Оливер Стрит, 555, комната 1300. Изменению не подлежит. Для хорошей связи набери 10 плюс 3. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте, мистер Оливер. Не знал, придете ли вы. Не все приходят. Рэй? Есть работа, если хотите. Проехать по стране и доставить посылку. Слушайте, что происходит, Рэй? Мне видятся какие-то плакаты, записки в печеньях. Странно все это. Черные червы, красные пики, теперь вы их видите. Но в чем дело? Дело в вас, не в вас. Вот, ваша посылка. Робин Филдс, клуб Рэнбоу. Денвер, неправильно написали. Неужели? Но почему я? Почему не почты? И что там? Не могу вам сказать. Не можете, потому что не знаете или знаете, но не скажете. В любом случае, результат тот же. А сколько заплатите? Не могу сказать. В чем за цепка? Или вы этого не скажете? А вам всегда нужен ответ. Назовем это забавным способом начать новое столетие или просто обкатать новую машину перед собеседованием в Брэдфорде. Откуда вы знаете? Откройте. Откуда вы знаете? Спросит Нил ровно в 10.06. Сядь. Вот мои условия. Если вы возьмете посылку, согласитесь ее доставить, не потеряете по дороге, не откроете и не попытаетесь заглянуть внутрь, то вас ждет достойная компенсация. Езжайте по автостраде номер 60. Срок 2 октября. Так что у вас будет время посетить разные города, встретиться с людьми, осмотреться, услышать разные байки, встречи в пути, дорожные истории. Сюр какой-то. Вы, этот офис, 13-й этаж здания, где нет 13-го этажа? Сейчас прозвенет будильник. Пора вставать. Вы не спите, Нил. Может быть, впервые в своей жизни. Контракт. Я согласен на эту работу. Подпись. Стандартная форма. Нужна еще капля вашей крови. Крови? Конечно. Я в дьявол. Шутка. Если человек настроен серьезно, он не пожалеет капли своей крови. Ладно. О, еще одно. Там будет убийца. Раньше сказать не могли, я уже подписал. Жизнь – это путь, на котором всегда подстригает смерть. А этот убийца, кто он? Кто сказал он? Женщина? Надеюсь, не Робин Филдс? Понял. Не можете сказать. Город я написал правильно. Найдете. Езжайте на запад по автостраде 60. Сколько вам повторять? Автострады 60 нет. Просто дорога есть, автострады нет. Должна быть. Смотрите. Вот 70. Следующая автострада на юг – 40. Боба Дилана. Если бы 60-я существовала, то где-то между 40-й и 70-й. Но, как видите, ее нет. Не существует. Как найти автостраду, которая не существует? Я решил поискать там, где она могла бы быть. Рей сказал, что хорошо спрятанное место не найдешь, путешествуя по проезжим трассам. Так что я оставил автостраду 55 и поехал на юг в 61-й имени Боба Дилана. И снова она. Значит, я был прав. Правильный выбор. На юг. Я начинал доверять рекламным счетам. Эй. Это посылка тебе, да? Ты Робин Филдс. Тогда все понятно. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. КОНЕЦ Вы официант с моего дня рождения. О. Ж. Грант. Нил Оливер. Странное совпадение, что мы встретились. Если верить в совпадение, предпочитаю неизбежность. Любое событие неизбежно, иначе его бы не случилось. Точно. Забыла дать вам подарок. Помните свое желание? Ответ. Да. Здорово. Будет еще лучше. Попробуйте, вопросы на «да» или «нет». Ладно. Шарик, автострада 60 существует? Для тебя существует, Нил. Сверни направо у знака «стоп». Я ведь сказал, будет лучше. Кто вы? О. Ж. значит одно желание. Это моя работа – исполнять желания. По одному на клиента. Ваше интереснее, чем обычно. Открыто. Что говорит о работе мысли, а не жадности. Чаще попадаются другие. Дайте, дайте, дайте. Как правило, деньги, секс и так далее. Неинтересно. Хотя кому как. Шарик, он врет? Тебе решать. Поехали. Поищем ту дорогу. Одна пара пожелала пожениться и обрести вечное счастье. Я взорвал их машину у церкви сразу после венчания. Другой хотел идеального секса каждый день с роскошными женщинами на его вкус, без беременности. Теперь каждый день ему присылают порно-журналы и стерильные салфетки. Кстати, сейчас должен быть знак «Направо». Впереди указатель. Черт, нашел. Автострада номер 60. Это было неизбежно. Теплее. Я думал, все автострады разделены на полосы и скорость ограничена. Если официально дорога не существует, правила отменяются. Фонбург 12 миль, Гларстон 39 миль. Как можно ехать по несуществующей дороге в город, которого, вероятно, тоже нет? Бывают ведь неуказанные номера. А почему не автострады или города? Нет, не пойдет. Должно быть другое объяснение. Другое объяснение. Ладно. Может, параллельное измерение? Или сон? Или это связано с вашим желанием? Или вы в коме после удара того ветра? А может быть, вы мертвы? Ну? А что вам еще надо? Я дал мне одно объяснение, а сразу шесть. Вполне здраво. Хотите, выбирайте любое. Это ничего не изменит. Вы взялись за работу и должны ее выполнить. Но можно что-то изменить. Что, если я умер? Если я мертв, то могу ехать и по встречной полосе, Верно? Ну, попробуйте. А пока мы разгоняемся и ждем большого грузовика, который появится примерно через 25 секунд, подумайте вот над чем. Если вы умерли, то это загробный мир, и вы заключили сделку, скрепленную кровью с человеком, который все про вас знал, в том числе и то, что вы скажете. Кто бы это мог быть? И стоит ли его злить? Вы правы. Возможно. Обожаю эту автостраду. Я тоже считаю себя художником. Но мой холст – это вся жизнь. Некоторые художники не выносят в виду своих творений, когда они закончены. А я свой самый большой поклонник. И один из моих шеневров сейчас как раз войдет в эту дверь. Вот он. Могу я принять ваш заказ? Пятнадцать двойных чизбургеров, пожалуйста. Пятнадцать двойных с собой? Не с собой, я поем здесь. Вы один съедите пятнадцать чизбургеров? Да. А что, они большие? Или пятнадцать многовато? Да, многовато. Ну ладно, двенадцать. Дюжина. Слушайте, а вы не пьяны? Не знаю. Можно напиться шестью банками пива? Эй, друг, ставлю сотню, что ты не съешь шести двойных чизбургеров. Куда там двенадцать? То есть они правда такие большие? Сто долларов, что вы не съедите из шести. Вообще-то я голоден. Но вы правы, двенадцать – это многовато. Сделаем так. Два двойных чизбургера, три порции жареной курицы, сэндвич с беконом, два с говядиной по-швейцарски, филе курицы, клубный сэндвич с курятиной, две мисчки чили с двойным луком и по кусочку каждого пирога. По одному от каждого? Что-то еще? Три порции лука колечками. Это вкуснее, чем двенадцать чизбургеров. Только, пожалуйста, без огурчиков. Сто баксов. Если съедите все это за час, не вставая из-за стойки. И удержите внутрь. Договорились? Ну, вообще-то я не игрок. Тогда два к одному. Нет, я дам вам три к одному. Три моих сотни против одной вашей. Ну, бог с вами. Что такое деньги? Кау, подержи деньги у себя. Я тоже поставлю. Шарик, он может все это съесть? Еще как. Я могу поучаствовать? Его спрашивай. Нет, я люблю риск. Ты еще глупее его. Мои деньги ничем не хуже. Что будете пить, сэр? Ваш заказ. Ладно, по моему сигналу. На старт. Внимание. Стойте-ка, стойте. Кетчуп, пожалуйста. Стойте-ка, стойте-ка. Стойте-ка, стойте-ка. Спасибо. В чем тут хитрость? Хитрость? Где еда? Она не могла поместиться у вас в животе. Не знаю, я всегда больше всего на свете любил есть. Приходил в ресторан и заказывал все меню. Но меня раздражала малая вместимость желудка. 17 лет назад я загадал желание, и, как ни странно, оно сбылось. Теперь у меня черная дыра в животе. Только приходится есть так шесть-семь раз в день. Это дорого, поэтому я много путешествую, чтобы такие, как вы, за это расплачивались. Простите, мистер, я хотел спросить. Вам все еще нравится есть? Нет. Теперь это обуза. Слушай, парень, к нему претензий нет, он свои деньги честно отработал. Но то, что сделал ты, другое дело. А что я сделал? Угадал вот и все. Ты знал. Я такие вещи нанюхчиваю. Я тоже рисковал, клянусь, я его в жизни не встречал. А твой приятель встречал, я прав. Не буду отрицать. Верни краденые деньги. Подумаешь, выиграл немного. Если это преступление, зовите полицию. Я и есть полиция. Ладно. Прошу прощения. Но это все мои деньги. Мотайте, ребята. Что за игру вы ведете, мистер Грант? Кажется, вы знаете все, что должно случиться, и просто меня дурачите. Не принимай близко к сердцу, малыш. Я готов дурачить кого угодно. Это моя работа. Кстати, рекомендую. Бездонный источник веселья. А что касается предвидения, то на этой дороге прошлое, настоящее, будущее, если и может быть, сходятся вместе и перемешиваются. Я просто на нее настроен. Вот и все. Ну, кто вы? Ангел, бог? Сами выбираете, чье желание вам исполнить? Нет. Мне просто нравится дурить людям голову. Я джокер в колоде жизни. Но зачем это вам? Мне это нравится. Надо, чтобы работа доставляла удовольствие. Впрочем, я подумываю сменить карьеру. Торговать в магазине или стать проституткой. А вы голубой? Опять меня дурачите, да? На самом деле, я девственник. И всегда им останусь. Я лишился пениса из-за несчастного случая в возрасте девяти лет. Ну, конечно. Показать? Да. Покажите. Черт побери. Боже мой. Мир становится другим, когда не приходится все время думать о сексе и сексуально на все реагировать. Да. Наверное. А вы-то откуда знаете? Что значит не иметь того, чего у вас никогда не было? Правильно, молодец. Вы не поверите, сколько людей принимают это на веру. Звучит, как правда, вот и верят. Я ведь сказал, дурить людям голову весело. Советую попробовать. Кстати, сейчас будет красивый вид. Привет. Нам по пути? Если вы на запад. Значит, мне туда. Лучше пересядьте назад. Он захочет как следует меня рассмотреть, а так не надо будет вертеть головой, как и вам, если сядете сзади. Я Лаура. Я Нил. Это мистер Грант. Куда едете, Лаура? Я? Я еду искать идеального любовника. Какой интересный маршрут. А вы там были? Пожалуй, нет. Я тоже. Зато как весело добирать. А как вы узнаете, что приехали? Это моя проблема. Даже Маня, впрочем, вам это не интересно. Нет, нет. Очень даже интересно. Первый раз был так себе. Я даже подумала, и это все, и об этом столько песен написано. Сильно преувеличили. Второй раз был чуть-чуть лучше. Третий – это было уже что-то. Четвертый – уже третьего. Но когда я накопила опыт и могла сравнивать, просто голова пошла кругом. Что, если мой идеал ждет за углом? Насколько лучше будет самый лучший? Это стало моей жизнью. Иногда я жалею, что не пошла в монастырь. Но Маня, моя Маня – это… это… твой шанс. Ну что, Коби, хочешь девочку, которая не может сказать «нет»? Ты ни одного не пропустила? Только голубых. Ладно. А под каким номером буду я? Две тысячи четыреста шестьдесят один. Но у меня очень, очень хорошее предчувствие. Ты какой-то особенный. Нет, я пас, Лаура. Что значит «пас»? Так не бывает. Я чистая, ничем не больна, если ты про это. Есть презервативы? Самые лучшие. Ну же, Нил. Давай. Хватит, хватит. Тихо, тихо, тихо. Я отказываюсь, и точка. То есть, ты не мужчина? Встретил настоящую женщину и испугался? Боишься опозориться? Ты ведь этого не узнаешь, верно? Если я этого не сделаю, то не стану номером две тысячи, что там еще? Я буду номером один. Тем, кого ты запомнишь до конца жизни. Поначем ты будешь думать обо мне? Гадать не он ли? Мой ответ. Да. Я твое дело, которого у тебя не было. Само совершенство. Все, хватит. Хватит. Прямо просветление. Я еще ни в чем не добивался совершенства. Ты меня поимел. Мысленно. И это ужасно. А мне понравилось. А вы, мистер? Вы-то настоящий мужчина. Вас внести в мой список? Да-да, конечно, внесите. Только у меня бывают проблемы. Ну, когда возбуждаюсь. Я об этом позабочусь, малыш. Этот музей тебе точно понравится. Музей поддельного искусства. То есть, картина подделки. Остановись, в Рейнбурге взгляни. Ты найдешь там пищу для ума. 450 миль для Данвера. Бензин на исходе, а денег нет. Колумб отправился в путь, не зная, будет ли ветер. Стойте, пожалуйста, стойте. Господи, что вы делаете? Помогите. Сын сбежал на моей машине. Наверное, в Бентон. Вы меня отвезете. Его надо найти. Простите, но мне в другую сторону. Я заплачу. 53 доллара. Больше у меня нет. Отвезите меня в Бентон. Помогите найти сына. Тебе нужны деньги? И тут она. Совпадение? Ладно, садитесь в машину. Спасибо. А я выйду. Ты уже настроился на дорогу. Что-то важно? Удачи, Нил. Стойте, мы еще встретимся? Тебе опять нужен ответ. Может, он ждет тебя в Бентоне? Остальное, когда найдем Филиппа. Меня зовут Сьюзан Росс. Нил Оливер. А сколько вашему Филиппа? 16. Вот мой сынок. Единственный. Он и Рэш избегал, но всегда возвращался. Господи, как я боюсь. А если не найду? В полицию звонили? Они советовали поискать в Бентоне. Я же неплохая мать. Круто. Но так трудно растить одной. Мы его найдем, Сьюзан. Найдем. Округ Бентон. Скорость не выше 30 миль. Гости, прослушайте предупреждение на волне 550. Продавать, употреблять или вывозить эйфорию за пределы города запрещено законом. Предупреждаем, она вызывает наркозависимость даже в небольших дозах. Эйфория в Бентоне узаконена. Отказ от эйфории может привести к инвалидности и смерти. Рекомендуем вам избегать этого наркотика и остановиться в свободной от эйфории зоне. Что это за город? Надо спросить у полицейского. Проезжайте. Подросток в городе легальных наркотиков и рейва. Вряд ли он в библиотеке. Автобус на рейв отправляется через 5 минут. Автобус на рейв отправляется через 5 минут. Вряд ли он в библиотеке. Проходи. В первый раз. Вы знаете, что там раздойдут эйфории, опасный наркотик, и вам настоятельно рекомендуется его не пробовать? Как же не знать? Проходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Берите. Нет, спасибо. Глупо. Это же ответ. Ответ на все. И это вам очень нужно. Вы станете счастливым. Радуйтесь жизни. Сюзан. Сюзан, он здесь. Филипп, слава богу, нашелся. Отстань. Пойдем домой. Отстань, мам. Я дома, видишь. Это лучшее место на свете. Здесь нельзя оставаться. Идем домой. Отвяжись. Кто это? Твой новый жеребец? Умеешь выбирать. Но у тебя школа. К черту школа. У меня эйфория. Попробуй, Мак. Лучше не бывает. Ты не можешь здесь остаться. Я совершеннолетний здесь. Что хочу, то и делаю. Ты украл мою машину. Она в полиции. Забирай. Она мне не нужна. Филипп, отведи меня туда. Уйди. Отстань от меня. Что с тобой? Филипп, Филипп. Что тут у вас? Разойдитесь. Филипп, вернись. Дело в том, мэм, что здесь ваш сын совершеннолетний. Если хочет остаться, силы его не увезешь. А он хочет остаться. Все хотят. Они наркоманы. Но он еще ребенок. Он не ведал, что творит. Нет, нет, нет. Он знал. Все знали. По всему городу развешенное предостережение. Если это сильный наркотик, почему его разрешили? Сынок, у нас была серьезная проблема с наркотиками. Со всеми вытекающими. Мы все перепробовали. Наказание за торговлю, за употребление. Жесткие меры. Очень жесткие меры. Тюрьма. Публичное наказание. Но... Итог один. Некоторым просто необходим кайф. И мы придумали радикальное решение. Эйфория. Синтетический наркотик. Сильный, легальный, вызывающий зависимость. Мы всех предостерегаем. Но, как я уже сказал, некоторые не могут без кайфа. Одна доза, и все. Они наши. Город контролирует поставки так, что мы были в состоянии сделать его доступным для всех. Живите в наших лагерях, ешьте за наш счет и выполняйте кое-какую работу. Уборка, мусора, стрижка газов, мытье туалетов и получите эйфорию. А ночью танцуй до упада. Ломка настолько сильна, что все платят. Поразительное достижение. Наркотик так силен, что подавляет даже сексуальный инстинкт. Значит, Филипп будет мыть туалеты до конца жизни? Никакого секса? Он не женится. Я не увижу внуков. Какая ирония. Американцы сражались за свободу, потом против рабства. Как же они распорядились свободой? Стали рабами. Но они ведь люди. У них есть права. Они не знали, на что идут. Они сделали выбор. Взгляните на них. Они кажутся вам несчастными? Простая, счастливая жизнь. Никаких решений, ответственности. Никаких проблем. Они нашли ответ. А вы уверены, что ваша жизнь лучше? Они как животные. Мы все животные. Просто у некоторых другие приоритеты, только и всего. Но вне зависимости от приоритетов, Бэнтон – чудесное место. Нет, это кошмар. Прошу вас, верните мне сына, я все сделаю. У вас три варианта. Первый. Вы поселитесь здесь, в зоне свободной от эйфории, и сможете хотя бы с ним видеться. Иногда дети даже работают на своих родителей, так сказать, возвращают долги. Второй. Возвращайтесь домой, постарайтесь занять жизнь чем-то еще. Или третий. Присоединяйтесь. Что мне делать? Вы умны. Скажите. Я не знаю. То есть я бы... хотел увидеть своего сына. Но он не хочет меня видеть. Господи, как хорошо. Как красиво вокруг. Я... Я не знала, что бывает такое... Счастье. Ну, а ты, сынок... Хочешь? Нет, спасибо. Я пас. Айвз. У меня новенькая, и я накормил уборщицу. Пришли смотрители. Вас понял. Значит, вам нужен мотель. Плюс вам полагается 300 долларов премии. Премии? Да, новая работница. А у нас за это платят. Что, сынок? От помощи не отказываются. Попробуй. Я взял комнату, но не деньги. Не смог. Я все равно плохо спал. Сюзан тоже не расплатилась до конца, но меня это не тревожило. Учитывая динамику автострады номер 60, я знал, что-нибудь подвернется. Это было неизбежно. Меня беспокоила другая неизбежность. Шарик, стоит беспокоиться насчет этого убийцы. Ага. А поточнее, можно? А-а. Ясно. Неизбежная встреча ожидала у меня в 20 милях. И что это был за тип? Куда вам, мистер? Передай привет, Мэриэн. Боб Коди. Я не вожу машину и не люблю ездить автостопом. Ты должен полагаться на милость водителя, а если платишь, то ты уже работодатель. Мне так больше нравится. Хотите на меня работать? Я иду в Даммер, и деньги бы мне не повредили. Отлично, мне в Ренберг. Это по пути. Вот мои условия. Бензин ваш. Питаетесь тоже за свой счет. Никакого алкоголя. Я выбираю радиостанцию, и разговоры тоже начинаю я. Плачу 10 долларов наличными в час, плюс километраж, когда доедем до Ренберга. Во всем остальном не обманете и обмануты не будете. По рукам? По рукам. Как зовут моего шофера? Нил Оливер. Мистер Оливер? Для вас я мистер Коди. Или... Сэр. Понял, сэр. Он ехал в Ренберг, музей был там же. Совпадение? Я понял, что мне не миновать этого музея. Это было неизбежно. У мистера Коди оказались довольно своеобразные вкусы. Выбор очевиден. Орион 620. Американская машина для американских водителей. Ложь. Моторы Орионов производят в Японии. Сигнал к убийству. Фильм, о котором все говорят. Снова ложь. Мы не говорим. Почтовая служба США. Нам не все равно. Эти круче всех. Иногда спасает только председатель. Вот это реклама. Теплее. Что теплее? Погода, вода, девушка. Но она ничего. Робин Филдс. Роскошная девушка, сэр. Вы ее знаете? Еще нет. Встречаюсь с ней в Данвеле. Счастливчик. Признаться, немного нервничаю. Что я ей скажу? Как завязать разговор с девушкой твоей мечты и не показаться полным идиотом? Ничего не говорите. Пусть начнет она. А что? Хорошая мысль. Сидеть и слушать сладкую музыку ее голоса. Вы влюблены. Да, сэр. А вот здесь написано «Чистая правда». Мотель «Граница». Похоже на мотель. Нет, я про границу. Вам не приходилось слышать про Фредерика Тернера? Нет, сэр. Он был историком. Лет сто назад он придумал теорию о границе. Граница – это нечто вроде предохранительного клапана цивилизации, чтобы мы совсем не сошли с ума. Когда появляются люди, неспособные жить, как все. Безумцы, недовольные, экстремисты. Они устремляются на границу. Вот как рождалась Америка. Все сумасшедшие бунтари в Европе собрались и отправились на границу, из которой родились 13 колоний. Потом самые непосредливые двинулись дальше, на Запад. Поэтому, в конце концов, все психи оказались в Калифорнии. Тернер умер в 32-м, так что не увидел, что стало с миром, в котором кончились новые границы. Некоторые говорят, что есть еще граница разума. Они изучают чудесный мир наркотиков и алкоголя, но это не та граница, а очередной самообман. Мы придумали ложную границу с компьютерами, которая позволяет людям думать, что они сбежали. Граница с платой за доступ. А космос – последняя граница? Стар Трек – это не космос, а телевидение. Тоже не граница. И потом, сколько народу побывало в космосе? Нет, нет, нет. Настоящая граница здесь. Автострада 60. Вот зачем мы ее построили. Это место для тех, кому хочется жить по-другому. А это правда, мистер Коди? Если нет, то должно быть. Буду работать за еду. Простите. Извините. Вы меня не выручите, мистер. Буду работать за еду? Ладно. Вот яблоко, еда. Протрите лобовое стекло. Поработайте. Я не стану мыть стекло за яблоко. Но здесь не сказано. Могу работать за еду или меню ограничено. Тут написано, буду работать за еду. Вот еда, вот работа. Какие проблемы? Просто не буду, и все. Тогда будем честными. Вам не нужна работа. Вам нужна подачка, чтобы купить выпивку. И тут нет ничего плохого. Пьянство – великая традиция. Скажи вы прямо, я купил бы вам пиво. Но нарисовав этот плакат, вы заставили контракт, и я заставлю вас выполнить его. Вот яблоко. Помойте машину. Да пошел ты. Мне не нужно яблоко, и я не стану мыть машину. Вот что я сделаю с вашим яблоком. Ясно вам. Вы взяли мою еду и обязаны вымыть машину. Мойте. Мистер Коди, это не так важно? Важно. Этот дурак лжет в письменной форме. Я не потерплю лжи ни от кого, тем более в письменной форме. Это и мой машина. А ну заткнись, гад. А то порежу. Уходите отсюда, а то вызову шерифа. Я бы не стал. У меня рак легких. Мне осталось жить шесть месяцев. Вот только в больницу я не поеду. Это динамит. Разнесет все в радиусе 150 метров. Мне, в общем-то, плевать сейчас уходить на тот свет или чуть позже. Но если тебе не плевать, то лучше помой машину. Да, хорошо, мистер. Хорошо, я вымою, вымою. Нет. Пустим. Не дури, вымой стекло. Мой. Мой машину, скорее. Ладно, 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 я вымою. Выключи, я все сделаю. Выключи. Надо звонить шерифу, пусть пристрелит этого парня, он же псих. Можно сделать проще. Говори, что думаешь, и думай, что говоришь. Следуя все этому правилу, проблем было бы меньше. Наш контракт все еще в силе, мистер Оливер. Надеюсь, вы не думаете его нарушить? Думал. Нарушить? Нет. Честный ответ. Как глоток свежего воздуха. Сигарету? Спасибо, я не курю. А я люблю сигареты. Пишут, что вызывают рак, и вызывают. Говори, что думаешь, и думай, что говоришь. Если бы не сигареты, кем бы я стал? Я работал в рекламе. Мне платили за ложь. Но однажды из-за этой лжи умер мальчик. Это убило меня. И поэтому, узнав свой переговор, я решил провести остаток дней с толком. Положить конец хоть какой-то лжи. Впервые в жизни я делаю настоящее дело, и я счастлив. Рак легких имеет свои плюсы. Я не мог понять, блефует он или нет. В здравом уме или сумасшедшем. Может, динамит был муляжом или детонатор. А может, и нет. Как сказал бы Грант, масса ответов и все резонные. Но одно я знал точно. Он мне понравился. Банк Ренберга. Мистер Олливер. Вы один из лучших моих работников. Я дам вам на чай и свою карточку. Если захотите еще поработать, звоните. Номер прямой. Удачи с вашей девушкой. Музей поддельного искусства оказался в двух кварталах. Очередное чудо автострады номер 60. Впрочем, мне самому было любопытно. Вы, наверное, Дуглас. Слава богу. Я так рада вас видеть. Думала, вы не приедете. Даже из агентства звонили. Простите, я миссис Джеймс, владелица. Миссис Джеймс. Они смотрят подлинник. Я знала, что у вас голова кругом. Но если вы все сделаете, я дам вам 100 долларов. Покойный мистер Джеймс особенно гордился пятью подлинными шедеврами в этой комнате. Их редко показывали, и он запретил их фотографировать. Моне, Сезанн, Ван Гог, Ренуар, Дега. Каждая оценивается в миллионы. Билл Гейтс, Уоррен Баффетт пытались их купить. Но, разумеется, они не продаются. Давайте пройдем сюда. Теперь осторожно снимите картины, выньте из рам, а потом поставьте вон туда на мольберт. Сегодня вы мой племянник Эдвард. Делайте, как я говорю, и не напрягайтесь. Хорошо. Сюда, пожалуйста. Добро пожаловать, дамы и господа. Это наша галерея доступных репродукций. Мой покойный муж просил, чтобы ни один из его шедевров не фотографировали и не воспроизводили в книгах и каталогах. Поэтому мы предлагаем вам эти копии, выполненные моим племянником Эдвардом. По скромной цене, 350 долларов за штуку. Если у вас есть вопросы, прошу вас, задавайте их любому из нас. А сколько времени ушло на работу? Времени? Да. Я сработался за неделю. Заметно. Мазок довольно неровный. Что платите, то имеете. Работа приличная, хотя слегка поспешная. В ней нет души. Я дилетант. Позор. Сезанн вернулся бы в гробу, увидев такое издевательство. Что ж, будем рады, что он его не увидит. Вы слышали экспертов? У вас совсем нет таланта. Мне еще никто так не льстил. Мой покойный муж хотел, чтобы эти шедевры достались тем, кто получит от них наслаждение, а не коллекционерам. Вот откуда наш Ребус. Вы знаете, что за восемь лет я не продала ни одной. Но почему не передать их в музей? После моей смерти клоны передадут в музей. Клоны? Оскар был собирателем, торговцем, техническим гением и обожал розыгрыши. Достаточно богатым, чтобы ни в чем себе не отказывать. Он придумал процесс создания абсолютной копии картины. Он брал из музея шедевр, копировал и часто отдавал копию назад. И ни разу, представьте себе, ни разу не попался. Звездная ночь, подлинник. В Нью-Йорке висит клон. Этот Моне? Мир уверен, что подлинник в Париже. Невероятно. Так это подлинники? Как же поступить с подобной коллекцией? Сказать, что это подделки. Ловко. И перед самой смертью Оскар основал музей. Музей поддельного искусства. Величайший музей в мире под личиной дешевого аттракциона. Господи, это же... Мой муж. Оскар Уоррен Джеймс. Конечно. Конечно. Признаться, у меня было отменное настроение. Я чувствовал вдохновение. Я хотел доставить посылку, а потом рисовать. И вернуться в срок, чтобы успеть послать работу на конкурс Конрада. Но одно желание уже сбывалось, и обратной дороги не было. Горячо, холодно. Ясно. Я и ближе и дальше, разумеется. Шарик. Она живет не в Данвере, ее зовут не Робин, верно? Правильно. Она в Морлоу. Да. Ее зовут Лин. Если я поеду туда, найду ее? Встреча возможна. Вот она, вошедшая в поговорке «Перепутие». Моя работа, данное слово, подписанный контракт против очаровательной Лин, девушки моей мечты. Ее голос еще звучал в моей голове. Куда? Как же я поступил? Как любой безнадежный романтик. Нашел оправдание. Пять дней на 158 миль. Есть время погоняться за мечтой. Да, Шарик? Ты за рулем. Хороший ответ. Морлоу. Законопослушный город. Население 6122 человека. Права. Что я такого сделал? Ничего. Получите повестку. На вас подал иск мистер Джей Джай Мэдисон за наезд с летальным исходом на его кота Сникерса перед зданием суда. Но я ни разу здесь не был. Три недели назад я был в Сент-Луисе. Расскажите судье, я только отдал повестку. Советую направиться в город и поискать себе адвоката. Он вам пригодится. Но сначала поставьте машину на стоянку озера, а то могут подать иск за загрязнение воздуха. Бег трустой без разрешения запрещен. Юридический вестник. Вам адвоката? Я хороший адвокат. Стэнфорд, выпуск 88-го, диплом с отличием, и я все тут знаю. Послушайте, дружище, мы создадим для вас поддельную корпорацию, чтобы защитить ваши доходы. Вам нужен не адвокат, вам нужен хороший адвокат. Меня зовут Маклин Парк, и другие имена вам не понадобятся, остальные мошенники. Валерий Маккейб, Ель 99-й, для гостей города скидки. Мы обязательно выиграем. Вы даже дела не знаете. Дело Мэдисона – мелкое дело. Гости все время нарываются. У Джей Джей Мэдисона даже кота нет. У него аллергия. Я легко добьюсь снятия обвинения. У него не было кота? Но зачем тогда подавать в суд? Потому что он может. Что? Все жители Морлоу – юристы, так что все подают на всех остальных. Так мы гарантируем право зарабатывать на жизнь своей профессии. Безумие. Я могу подать в суд, вы допустили оскорбительные высказывания в адрес города. Смотрите на мои ноги и еще один иск – сексуальное домогательство. А за что не можете подать? Наймите меня. Я стою 75 долларов в час, первый час – бесплатно. По крайней мере, вы в курсе дела. Вы наняты. Эй, эй! Я подам на вас в суд, Валери. За сексуальное заманивание потенциального клиента в общественном месте он нанял вас, потому что счел сексуально привлекательный. Скорее ко мне в офис, а то влепят еще десяток исков по дороге. Четверг, 27 сентября. Дело верное. Максимум на пару недель. Пару недель? Нет, нет, я должен быть в Данвере 2 октября. Слишком долго. Это не долго. Долго – это щит при въезде в город. Мы вот уже пять лет пытаемся поставить новый, но забыли подать бумагу о влиянии на экологию, а поскольку металл-столба представляет потенциальную угрозу, пришлось идти в суд. А другой адвокат оспорил указанное число жителей. Еще один предложил точно выяснить границу города, чтобы точно знать, где ставить щит. Мы пригласили топографа, но не смог закончить работу, потому что на него подали в суд за курение. Думаю, пройдет еще года два. Это не так просто. И вы здесь живете? Лучше места не бывает. Каждый день новая проблема, новая трактовка закона, пиршество интеллекта. Это прекрасно. Ладно. Но если здесь одни адвокаты, как вы живете? Кто торгует в магазине? Кто работает в химчистке? Кто чинит вам туалеты, в конце концов? Кто? Все, что связано с законом, мы совмещаем. Полиция, судебные исполнители, репортеры. А то, о чем вы спросили, это делают такие, как вы, в ожидании суда, иначе им не оплатить наших услуг. Я могу устроить слушание в понедельник, 1 октября. А пока придется найти свидетелей, которые бы поручили за ваш характер. Друзей, родню, чтобы вы могли устроиться на работу. Это поможет сэкономить. Утром вы дадите мне их координаты, а я разошлю им повестки. Даже если они смогут приехать, ведь на них тоже подадут в суд. Разумеется, но вы компенсируете ущерб, и их проблемы лягут на вас. Опять работа для меня. Ладно. Все телефоны у меня в машине. Я схожу за ними, сделаю несколько звонков и сразу вернусь. Не выйдет. Фред! Мистер Оливер потенциально беглец. В камеру его. В камеру? Разумеется. Адвокаты должны думать и о себе. Так нельзя, у меня есть права. Конечно, дорогой. И я буду их защищать. Адвокатское братство Брэдфорда. Валери Маккейн. Я не мог даже винить Шерик. Он сказал, что встреча возможна. Падение метеора на Морлоу тоже возможно. Чуть более возможна, чем встреча с Лин. Лин! Лин! Я здесь! Я здесь! Я вас вытащу! Я вас вытащу! Но сначала надо выбраться самому. С побегом ничего не получится. С подкопом тоже. Мне нужен был ответ, а Шерик остался в машине. Черт! Наверняка был какой-то выход. И тут я вспомнил. Адвокат просила дать ей свидетель. Но тут нужен не просто свидетель. Пожалуйста, назовите своё имя и род занятий. Роберт Уилсон Коди. Можно сказать, у меня миссия. Мистер Коди, расскажите в суду, откуда вы знаете ответчика. Он работал на меня. Как бы вы его охарактеризовали? Честный, надежный, умный. Спросите, знает ли он, что обвинение против меня ложь, и что все это знают. Неважно, он может только вас характеризовать. Спросите. Судья сочтёт это несущественным. Спросите или уволю. Мистер Коди, вы в курсе, что обвинение против мистера Оливера не только ложно, но что судья, истец, и все остальные это знают. Протест. Несущественно. Это не характеризует обвиняемого. Протест принят. Минуточку, мисс. Обвинение ложное, и все в курсе? Несущественно. Вы должны игнорировать этот вопрос. Я не буду его игнорировать, в вашу честь. Если она права, то дело очень серьёзное. Как бы то ни было, к делу это не относится. Следующий вопрос. Судья, я задал ей вопрос и жду ответа. Вы не задаёте вопросы, мистер Коди, вы на них отвечаете. А если не прекратите, я сочту это неуважением к суду. Эй, я не буду отвечать на вопросы, пока не ответят на мой. Может, вы скажете, судья? Вы тут все лжёте? Штраф 500 долларов за неуважение к суду. Отвечайте на вопрос, судья. Тысяча долларов и 90 дней тюрьмы. Пристос? Сержант? Проводите мистера Коди в камеру. Спокойно, мальчики. Это динамит. Если кто-то сделает шаг, мы все взлетим на воздух. Господа, опустите ружье. Всем остальным сесть. Судья, засуньте палец себе в нос. Я не шучу. Я смертельно болен и с радостью захвачу вас всех с собой. Судья, я сказал засунуть палец себе в нос. Слушайте, я его знаю. Слушайте его. Наконец-то разобрались, кто тут главный. Судья, все это дело ложь, не так ли? Палец не вынимать. Да. Да, сэр. Да, сэр. Ясно. Поднимите руки те, кто знал, что мистера Оливера просто подставили. Лжицы. Адвокаты. Мистер Оливер, как преподать этим лжицам урок? Прочтите, судья. Данным распоряжением все судебные иски, обвинения, штрафы и поборы с неграждан Морлоу по любым делам и в любых судах города аннулируются и объявляются безусловной амнистией. Спасибо. Пристав. Сделайте несколько сотен копий и расклейте по городу. Любопытный городок. Пожалуй, я здесь останусь. Вы против, судья? Нет. Не против, сэр. 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 Я Нил. Я тот, кто тебя вытащил. Ёл. Сэр. Я тут столько задницу просиживаю, что уж не думала выйти. Сучка, гони мои шмотки, которые вы спёрли. Это дерьмо я больше в жизни не надену. Красавчик, что ты на меня пялишься? Я не думал, что ты так говоришь. Я как-то не так разговариваю? Нет, нет, нет. То есть, да. Да. По сравнению с тобой Майк Тайсон, выпускник Оксфорда. Ты за кого меня держишь? Или я в школах не училась, что ли? Да, именно так. Не бойся, я пошутила. Это такой тест. Обычно ребятам так хочется, мне понравится, что они говорят. Нет, нет, Лин, ты замечательно разговариваешь. Оригинально, свежо. Глоток свежего воздуха. Точнее, воздуха из канализации. Я бы никогда с таким не пошла. Рада, что ты тоже. Надеюсь, ты на машине. Я свою продала, чтобы расплатиться. Да, есть. Есть. А сколько парней сказали, что ты дешёвка? Ты первый. А ты красивее, чем я ожидала. Ты тоже? Постой, ты меня ждала? Конечно. Так всегда в сказках. Прекрасный принц спасает принцессу из темницы. В этом смысл посланий. Посланий? Рекламные щиты. Кстати, моя фамилия Линдон. Я знала, что кто-то поймёт. То есть, это он так сказал. Кто? О, Жегрант. Я загадала желание встретить своего парня. Хотя, зная, что придётся год провести в тюрьме, то не знаю. Принцы ждали испытания и трудности, чтобы принцесса знала, что он достоин. Итак, мои, ты прошёл. А твои? Мои испытания. У каждого есть свой тест на совместимость. Ты режешь гриб в рот пополам или чистишь? Я чищу. Любимый мультгерой? Человек-паук. Пицца с тонкой или тостой коркой? Только с тонкой. Три из трёх. Невероятно. Ладно, близкие контакты. Я бы улетела без вопросов. Что? Всё как-то слишком идеально. То есть, ты так хорошо, что даже не верится. Подожди. Видишь? Я не идеальна. Ладно, мне уже легче. Мне тоже. Публичное проявление любви строго по разрешению. Значит, пожелала идеального парня? Ну, что тут скажешь? Я человек, а у людей есть нужды. Любовь. А ты? Ты пожелала меня? Нет, я пожелал вот это. Он даёт ответы. Правильные ответы? Пока, да. Место сдаётся. Здесь были твои плакаты. Значит, они больше не нужны. Может, пора уже... Ну, жили они долго и счастливо. Не совсем. Надо выполнить одно поручение 2 октября в Данвере. Данвер? А что? Грант оставил мне конверт. Сказал, если кто-то поедет в Данвер, надо открыть. Не надо ехать. Не знаю, мне это или тебе. Нил, не надо. Я дал слово доставить эту посылку. Я должен. Шарик, мне ехать в Данвер? Да, но не сегодня. Не беспокойтесь. Ты серьёзно? Серьёзно. Совсем не спал? Не смог. Мной владела муза. Здорово. Мне нравится. Просто так говоришь? Нет. Здесь есть душа. Страсть. Возьми меня с собой. А письмо? Чёрт с ним. Я с тобой. Шарик, мне взять Лин в Данвер? Плохая идея. Это опасно? Несомненно. Убийца. Это связано с ним? А ты как думаешь? Мне всё равно, что говорит эта штука. Я хочу с тобой. Нет, Лин. Я ведь с ума сойду. Я не могу снова тебя потерять, только успев найти. А если я тебя потеряю? Лин, тебе нельзя. Шарик не ошибается. Я вернусь, обещаю. Шарик, я ведь вернусь? Да. И вот ты вернёшься. Нет, не вернёшься. Я орехнулся. Бросить девушку своей мечты из-за глупой игрушки. Что там такое? Нам сообщили, что в этом районе убийца. Приказано перекрыть дорогу. А как он выглядит? Передают по рации. Подозреваемый белый мужчина. Его видели на красном БМВ с откидным верхом на автостраде 60. На багажнике машины пятно белой краски. Лучше езжай, сынок. Здесь небезопасно. Через 10 миль сердце успокоилось, и я мог снова о чём-то думать. И сразу понял. Шарик, Лин угрожает опасность от этого убийцы? Ответ не ясен. Спросите позже. Сотовая связь в этом районе недоступна. БМВ, дерьмо. Лучше джипа нет. Чёрт. Чёрт. Опять эта шпана со твоей краской. Я звоню шерифу. Запомните, куда они поехали. Нет, не надо шерифа. Я позвоню. Меня тошнит от этих придурков. Мой бинокль. Шарик, убийца, это я? Включи радио. По последней информации, подозреваемый хранит орудие убийства в квадратной коробке, обёрнутой коричневой бумагой. Чёрт. Чёрт. Шарик, орудие убийства в коробке? Не могу сказать. Открыть? Не могу сказать. Чёрт. Если это правда, тут полно моих отпечатков. Шарик, мне очень нужен ответ. Что делать? Только да или нет. Пошёл ты. Да или нет. Ладно. Думай. Думай, Нюл. Мысль логична. Он вызвал полицию, то есть мне нужно ехать в противоположную от них сторону. Всего два варианта. Так, Шарик, два варианта, так что выбор прост, верно? Иди с этим в банк. Иди с этим в банк. Нет, папа. Есть. Другой выход. Шерифы и полиция двух округов блокировали автостраду в обоих направлениях, чтобы не упустить подозреваемого на красной БМВ с пятном белой краски на багажнике. Правильно она мне не нравилась. Иди с этим в банк. Иди с этим в банк. Какова вероятность? Какой шанс, что убийца окажется на точно такой же машине, а я получу точно такое же пятно? Грант бы сказал, что это неизбежно. Хотя бы раз в бесконечной вселенной все сложится именно так, то есть сейчас. Но Грант говорил, что на этой автостраде прошлое и будущее, если и, может быть, путаются между собой. Так что я должен был убедиться. Отойдите! Кто это был? Говорят, студент-юрист из Сент-Луиса психанул и убил своего отца. Обожаю эту дорогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шарик, у меня много вопросов. Тот парень в машине. Да что я тебя спрашиваю? Клуб Рейнбол Робин Филдс? Есть тут кто? Я здесь. Рейнбол Рейнбол Так это вам? Нет, нет. Я бы не стал посылать посылку самому себе. Это моему кузену. А вот и он. Робин Филдс. Один из моих псевдонимов. Так вы родня? Вы сидели рядом со своей посылкой. Почему же не взяли? Вы заключили сделку. Как я мог заставить вас нарушить клятву, скрепленную кровью? К тому же вы потеряли все деньги, сели в тюрьму, оставили девушку, бросили машину ради нее, что делает посылку куда более ценной. Теперь она обросла историями. Ну что ж, хотите знать, что внутри? Хотите или нет? Раньше хотел. Но теперь это не важно. Ведь что бы там ни было, истории все равно лучше. Раз вы это поняли, я открываю. Да. Не зажжете? Незачем Клуб Рейнбоу Ну, как машина? Впечатляет? Папа, какой мой любимый цвет? Шиний Так почему красный БМВ? Красный – отличный цвет, особенно для кабриолета Мои БМВ всегда доставляли мне радость, и я подумал, с днём рождения, по-моему А на будущее, если будешь выбирать мне подарок, то выбирай его для меня, а не для себя Сынок, это подарок Если ты его не примешь, ты меня оскорбишь Неужели это непонятно? Значит, мы квиты Потому что я считаю такой подарок оскорблением для себя Что, если я куплю тебе мольберт с красками на день рождения? Да Я как-то об этом не думал Возможно, я не прав Спасибо, папа Извинение принято Теперь насчёт Брэдфорда Я не поеду, потому что не хочу на юридический «но», сын Никаких «но» Это твоя жизнь, и она тебя устраивает А я найду то, что устроит меня Жаль, если ты против, но можешь идти с этим в банк Да, я против Пора взглянуть правде в глаза Ты посредственный художник Нил, хорошие новости Та работа, что ты послал на конкурс Конрада Есть покупатель, который хочет с тобой поговорить Идём, я тебя провожу Пап, а это мусор Тебя надули К тому же, висит вверх ногами Наверное, склероз Не помню, чтобы давал что-то на конкурс Вы оставили её в мотеле И я взял на себя смелость послать Спасибо, мистер Конрад Не за что, мистер Оливер Вы не Лоливер? Мне так понравилась ваша работа Простите, пожалуйста Но у меня такое чувство Что мы встречались Нет, нет, ничего У меня тоже чувство Мне нравится В ней есть душа Страсть Я... Лин Линден Я знаю Я из Данвер Паблишинг Мы издаём истампы, постеры, книги Да Простите за назойливость Но вы бы не хотели написать серию мотелей, кафе, автозаправок В том же стиле Я как раз об этом подумал Мой брат очень талантлив У него теперь всё будет хорошо У него большое будущее У них обоих Скажите, у вас ведь скоро день рождения? Откуда вы знаете? Не забудьте загадать желание Фильм озвучен студией Иннис По заказу Союз Видео Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова